Издательство Эксмо. Татьяна Устинова, Павел Астахов. Мини-модель. «6999», — донеслось из неведомой дали. Голос был женский, нежный, вкрадчивый. Одной лишь интонацией он давал понять, что 6999 рублей за превосходные туфли, натуральная кожа, удобный каблук и универсальный бежевый цвет, который подойдёт к любому наряду, это сущая ерунда. Просто смешная цена. И надо не хныкать, тоскливо глядя в кошелёк, а весело и радостно доставать из него одну красненькую купюру и две сине-зелёненьких, или банковскую карточку. Хотя на карточке, кажется, денег почти не осталось. «6999», — настойчиво повторил голос. Он изменился, сделавшись из ласкового женского, раздражённым мужским и приблизился. «6999!» — Кузнецова! Кузнецова оглохла! «Это же мой номер!» С опозданием дошло до Натки, и она вдруг запаниковала. В ушах гудело и шумело. Топали ноги, скрипели полы, играла музыка, причём трубач фальшивил так, словно его инструментом был слоновий хобот. А может, трубил именно слон? И он же топал. Натка отчётливо ощущала тряску. «Пошла! Пошла!» Её подгоняли, и она послушно пошла. «На звук! На свет! На... сцену? Нет, на подиум!» В лицо брызнули колючие цветные огни. Натка попыталась отвернуться от них, но это было невозможно. Слепящие зайчики прыгали на неё со всех сторон. Рядом, справа и слева, вышагивали, вытанцовывали, высоко вскидывая гладкие блестящие коленки полуголые девицы. И свет софитов отражался от их лакированных тел и усыпанных стразами купальников. «Ах, вот оно что! Это выход в купальниках!» — поняла Натка. Это не принесло облегчения. Выходить куда-либо в купальники Натка, по её мнению, была совсем не готова. Весы в ванной комнате бестрепетно свидетельствовали, что к середине зимы она наела два лишних кило, и разместились они совсем не там, где выигрышно смотрелись бы при подаче в купальнике. Хоть со стразами, без них блеснуть не получится. Испугавшись, что сейчас она опозорится, Натка постаралась проснуться. Кажется, получилось. Фух! Или не получилось. Какофония из музыки, скрипа и топота не прекратилась, и назойливые и слепящие зайчики тоже никуда не ускакали. Недоумевающая и встревоженная, Натка приподняла голову над подушкой и открыла один глаз. В него тут же прыгнул бойкий зайчик, а в ухо ввинтилась музыкальная трель. «I'm a queen! I'm a queen!» Совсем рядом громко голосил кто-то, сам от себя в полнейшем восторге. Натка открыла второй глаз и посмотрела на самозванную королеву. Посмотреть было на что. На длинной низкой тумбе в изножье кровати скакало и кривлялось жуткое чудище. Небольшое, вертлявое, на тонких ножках, но с огромной косматой головой. На чудище красовался Наткин шёлковый пеньюар, высоко подобранный и оригинально подпоясанный шерстяным шарфом. Дрыгающиеся задние лапки грохотали каблуками её же парадных туфель. Не за шесть тысяч девятьсот девяносто девять рублей, а ещё дороже. Натка села в кровати и уже открыла рот, но разораться не успела. Чудище её опередило. В правой передней лапке у него был фонарик. Чудище поднесло его к щедро на помаженном рту, как микрофон. При этом отчётливо высветилась жутчайшим образом размалёванная рожа и манерным писклявым голосом заявила. «Моя миссия — спасти мир! Красота — это страшная сила! Выбирайте меня, или вам всем конец!» После этого оно выставило фонарик вперёд и с криком «Кавабанга! Тра-та-та-та-та-та!» палило Натку, так и сидящую с открытым ртом длинной очередью от живота. Агрессивное шумное чудище с манией величия было Натке совершенно незнакомо. А вот победный вопль «Кавабанга» она слышала много раз. Так кричали черепашки-ниндзи в кино, а вслед за ними их верный поклонник Арсений Кузнецов, родной и любимый сын Натки. Восемь лет, сбитые коленки, острые локти, светлые вихры, курносый нос, веснушки, голубые глаза-незабудки, бездна обаяния и тонна предприимчивости. Хотя нет, Сенькину предприимчивость следовало измерять не в тоннах, а в тротиловом эквиваленте. «Арсений!» — хриплым с просонья голосом прорычала Натка и резко откинула одеяло. Чудище с импровизированного подиума будто ветром сдуло. Остались только туфли, всё остальное с визгом умчалось прочь. Не унимая клокочущее в горле рычание, Натка вылезла из кровати и пошла по следам улепётывающего чудища. Следы были куда более отчётливые, чем хлебные крошки сказочных затейников Гензеля и Гретель. Натка поочерёдно подобрала с пола шарф, пеньюар и кудрявый парик. Она бросила всю охапку на тумбочку в прихожей и решительно постучала в дверь ванной, где всё ещё гремела музыка. «Да-да, войдите!» Донеслось из-за плотно закрытой и запертой двери. «Арсений, выходи!» «Зачем?» «Поговорим!» «Да знаю я эти разговоры! После них у тебя ладонь болит, а у меня попа!» Музыка стихла, послышался писк, сопровождающий нажатие сенсорных клавиш, и жалобный детский голос произнёс. «Алло, это 911?» «Спасите меня! Я в смертельной опасности!» «Прекрати придуриваться!» Потребовала Натка изо всех сил, стараясь взять себя в руки. «В нашей стране нет такого номера экстренной службы 911. Это во-первых. А во-вторых, когда это я шлёпала тебя так, чтобы у тебя попа болела?» «Я все такие случаи и не вспомню уже!» Детский голос делался совсем тоскливым и печальным. «В последний раз, когда я покрасил соседскую баллонку под тигра...» «Йодом!» — вмиг рассверепела Натка. «В три цвета!» — подхватил детский голос, перестав быть печальным и сделавшись восторженным. «Раствор йода был разной крепости, и ведь классно же получилось! Прямо как настоящий тигр, только карликовый!» «Бедную собачку пришлось обрить на лысо!» — вздохнула Натка. «И не факт, что новая шерсть у неё теперь вырастет белой, потому что полосы въелись в кожу, а йод — очень стойкий краситель!» «Так это же круто!» — убеждённо заявил детский голос. «Марье Дмитриевне не ругаться надо, а радоваться! Она же теперь хозяйка единственной в мире полосатой тигровидной баллонки!» «Оставим в покое баллонку!» — предложила Натка. «Тем более, что она тебя теперь боится и даже близко не подойдёт. Поговорим о другом раскрашивании. Зачем ты взял мою косметику, поганец?» «Я тебе сто раз говорила! Это святое! Пальцем не трогать!» «Так я же не пальцами! Что, я совсем тёмный? Я кисточками, пуховкой, спонжиком!» «Теня! Мальчик твоего возраста и слова-то такого знать не должен! Спонжик!» Натка вздохнула и бессильно постучала лбом в стену. «Да-да, войдите!» «Умойся и выходи!» — устало велела Натка. «Обещаю, что шлёпать тебя не буду!» «Обить розгами, пороть ремнём, ставить коленками на горох, лишать доступа к компьютеру!» «Да я никогда ничего подобного не делала!» «А вдруг начнёшь?» «Не начну!» Натка помотала головой и отошла от двери санузла. «Хотя насчёт компьютера надо ещё подумать. Где-то же ты всего этого набрался?» В ванной зашумела вода. Натка прошла в кухню, глянула на часы на стене. «Без четверти пять. Вот уж доброе утро!» Она включила чаяник, села за стол и подпёрла щёку ладонью. «Н